здравствуйте хорошие люди здравствуйте мои подписчики здравствуйте гости моего канала так как я последнее время все время что-то кручу закатываю закручиваю я хочу вам показать результат моей заготовки которая находится у нас в подвале нужно сказать что многие пишут что живем мы вдвоем и зачем я столько готовлю но семья у меня из 15 человек и любой член моей семьи мои дети мои снохи или взять мои внуки имеют право зайти мой киллер и выбрать все что им понравится не думайте что они заберут все они берут очень мало но все-таки посещают киллер и тогда у них глаза разбегаются они что-то себе находят и я этому очень рада нужно сказать что в киллере стоит не вся моя заготовка грибы у меня стоят в холодильнике и частично еще в шкафу на улице но это я вам покажу позже сегодня уже темно вот как то так причем заготовка грибов еще не закончена поэтому я вам покажу когда все будет упаковано собрана перебрана перемыто переварено замаринована упаковано но вот как видите как это быстро делается вот так мои друзья конечно осень это пара заготовок и мы очень долго ждали наших грибов этом году обычно они начинаются у нас где-то с 10 октября но в этом году они начались ровно на месяц позже особенно не было ни белых не польских грибов очень сильно идут дожди сегодня даже была в лесу и заметила что мог который растет на деревьях уже поднялся на метр начал пропадать начал чернеть он вымок скоро начнут расти водоросли ну вот это мои заключения сегодня вам показалось результаты моего труда летнего это и выращивание овощей это из и консервирование овощей все рецепты которыми я пользуюсь есть у меня на канале в этом году очень много наготовила компотов соков то что я делаю не всегда или можно сказать что никогда особенно не делала но мне просто не хватает места в морозилках чтобы завара замораживать свежие ягоды и вот слива например я тоже ее замораживаю поэтому я хочу немножко разгрузить морозилки внук просит пельмени а у меня их негде замораживать для того чтобы приготовить пельмени нужно один хотя бы отсек морозильная камера иметь свободным у меня их нет ничего на днях будем размораживать камеру я вам покажу что там лежит сплошное безобразие но конечно очень много грибов очень много замороженных грибов пересортировать надо раздарить лишнее может быть подкинуть старшего сына у него тоже есть морозилки но такие у меня планы по запасам я уже сказала что моим подвалом пользуются все дети и внуки все кто ну кому что-то хочется добавить к своей еде то в любой момент даниэль он приходит часто девчонки из бремена приезжают редко но все равно приезжают или бабушка уже отправляет им с дедом посылки как-то так я думаю что и у каждой хозяйки есть свои любимые заготовки свои любимые рецепты конечно последнее время когда началась пандемия когда жизнь стала немножко тяжелее например я раньше никогда не консервировала огурцы потому что они стоили копейки в магазине 60 чем-то копеек стоил баночка 800 граммовая и я всегда покупала эти баночки там вот такие маленькие прям маленькие огурчики красивые я сливала весь рассол добавляла туда чеснок добавляла ложку десертную соли заливала просто кипяченой водой поверьте уксуса там было достаточно чтобы мои огурцы стояли долго но они долго у нас не стояли я покупала обычно по две баночки переделывала и дети с удовольствием их ели ну а теперь вот все больше консервирую огурцы раньше нет не делал компоты мы раньше заготавливали фрукты и когда мне нужно было сварить компот я доставала замороженные ягоды фрукты лежали в подвале раз-два и кастрюля компота готова а сейчас я накрутила банок во первых это быстро если к тебе неожиданно пришли кости или даже ну приехал два человека в гости но не буду же я варить кастрюлю компота поэтому я достала банку развела по вкусу как мне нравится не так сладко и пожалуйста компот к обеду всегда готов ну вот так мои хорошие вот такой ролик вам как как говорил давали куська дома и то я ирина у вас домовитая вообще-то мне всегда составляло удовольствие консервировать овощи и фрукты и грибы как-то у меня вот эта волна была такая что я не могла остановиться это во мне и сейчас живет очень долго я ничего не консервировала я ходила в русский магазин и искала там баклажан или кабачковую икру купишь она тебе по вкусу не нравится очень долго искала салат наподобие донского из зеленых помидор ну ничего подобного не было конечно в продаже поэтому что-нибудь куплю не то и вот так потихоньку начала доставать свои старые рецепты и крутить баночки баночки я не покупаю я и собираю своих детей когда они что-то покупают израсходуют и баночка пустая и забираю себе и храню вот для таких случаев когда у меня идут заготовки тогда я их использую на всю катушку как-то так я хочу сказать что с этой консервации я получила огромное удовольствие мне это нравится нравится показывать вам свои рецепты передавать их дальше потому что в основном мои рецепты это уже очень старые цепи которые нигде не печатались нигде не издавались они передавались от одного к другому от одной по другой другой от одной родственницы к другой родственнице вот так они шли по по стране по земле за рук в руки но вот таким образом я делаю заготовки конечно квашеная капуста не стоит в подвале она стоит на улице в летней кухне потому что она требует холодной температуры там еще часть компотов стоит и все грибы которые я мариную они тоже стоят на холоде всю зиму а когда уже вернется теплая погода я и за нашу холодильник холодильник тоже битком забит так что все пищит и места нету но я с вами прощаюсь прощаюсь до завтра как обычно тоже в том же месте в тот же час и желаю вам только самого доброго интересной жизни оставайтесь в движении обязательно оставайтесь в движении чем меньше вы будете двигаться тем скорее вы заржавеете будут отказывать суставы мышцы кровеносные сосуды и постепенно можете превратиться в развалину которая не может пройти и двух-трех километров но как то так ставьте лайки подписывайтесь на мой канал пишите ваши замечательные комментарии задавайте свои вопросы я обязательно на них отвечу у меня немножко сейчас конечно запарка грибная пошли грибы надо успеть морозы не заставит себя ждать а если ударят морозы то и грибной сезон закончится очень быстро до новых волнущих встреч мои хорошие всем пока пока ну вот такой подвал есть у нас тоже нашей квартире и в этом подвале не всегда все в порядке поэтому как раз подходит время когда все эти новогодние елочные игрушки достаются все сортируется пересматривается перекладывается и упаковываться заново но я вам сегодня не это хотел показать а вот это это наш урожай может так сказать или наши запасы этого года рассортировала вот помидоры всех видов и сортов здесь у меня ассорти и квашеные помидоры и квашеные огурцы здесь баклажаны виноградный сок перец разных сортов дальше идут компоты и соки переходим сюда здесь стоят салаты всевозможные зеленых помидор слоеный салат ниже у меня стоят сиропчики и сливашки здесь стоят соусы сацабелла кобра и сливовый соус дальше вот здесь кабачки что-то не фокусируется на кабачках и опять сливашки вот такой запас у меня в подвале ну а тут варенье его не так уж много варенье но тоже есть и домашнее вино но это уже не мои заслуги это наши ребята прикрывают свое вино тряпочками знаете что символично здесь лежит вино сухое красное а рядом конечно морозильная камера битком набитая растительное масло это глювайн или глинвейн а тут всевозможные напитки которые это неплохо что они у нас есть в запасе как-то так здесь у меня вот настойка боярышника а вот это яблочный уксус и он уже образует уксусную матку такая пленочка на поверхности ну и чаще так как мы выращиваем виноград и делаем яблочный сок виноградный сок то остаются отходы их надо перерабатывать ну вот так это все выглядит наши запасы на долгую голодную зиму